здравствуйте с вами владислав ласов в эфире енисей новости главной темы выпуска последний автобус иногда даже не приходит это очень пешком добираться домой в отсюда просто нереально не уехать не приехать красноярцы жалуются на 37 маршруте катастрофически не хватает автобусов такого чуда с 38 с 88 года такого не было было все и проходила вода и как-то вовремя делали русло и мост очищали крутой нрав небольшой речке в минусинске вода вышедшая из берегов затопило дворы и улицы специалистам пришлось сделать ряд сложных переключений чтобы ограничить зону отключения и побыстрее вернуть всем горячую воду работа над ошибками фонтан кипятка в центре красноярска оставил после себя неприятные последствия вы всегда отличаетесь особыми показателями с точки зрения трудовой занятости заработной платы и достаточно крепкой социальной сферой перспективы развития севера енисейского района александр ус обсудил их во время рабочей встречи с главой территории на самом деле пост нельзя встречать с постными лицами нас не благословляет просто эта радость особое меню в енисейском монастыре готовят калива а постное блюдо подают как в ресторане в минусинске сохраняется режим повышенной готовности из-за разлива реки минусинки из-за ледяных заторов местная речка вышла из берегов и затопила дворы огороды и хозяйственные постройки сейчас ситуация стабилизировалась а местные жители борются с последствиями ночного потопа все подробности в материале ольги максюшиной неподъемные глыбы поднимают со дна несколько часов тяжелая техника боролась затором под мостом только к полуночи ситуацию удалось немного стабилизировать от стихии пострадало несколько дворов и огородов по улице чапаева люди в спешке успели лишь выгнать автомобили из гаражей и вытащить свое имущество из сараев вода прибывала стремительно весь огород в воде гараж пострадал машину вовремя успел выгнать машина была по пороге в воде так порядка ну я не знаю порядка сантиметров 70 вода была в огороде вышла минусинка из берегов и в районе парка культуры и отдыха вот посмотрите вот буквально ее а только она вышла и буквально через 10 20 минут ее сковала льдом а вот здесь вот рядом на дороге можно увидеть что вода уже затопила и проезжую часть сегодня потоп превратился в каток в огороде у ирины назаровой пройти невозможно где стояла вода сейчас все сковала льдом своими силами пенсионерка старается расчистить хотя бы деревянные дорожки которые попросту утонули в воде хозпостройки и баня стремились помочь все большое конечно спасибо но такого чуда с 30 ой с 88 года такого не было было все и проходила вода и как-то вовремя делали русло и мост очищали все а нынче что случилось ничего не знаем в администрации предполагают видимо потепление сказалось пагубно в верховьях реки накопилось достаточно льда и кромку сорвало это спонтанное природное явление здесь был достаточный запас более метра ну вот сложились все факторы воедино льдина перекрыла практически все течение минусинки плюс нанесенный мусор образовался естественный затор вода пошла в стороны сейчас минусинка вернулась привычное русло движение по мосту восстановлено городские службы продолжают откачивать септики и канализационные колодца а жители с опаской ждут нового потепления хоть и снега говорят в этом году немного стихия может вернуться снова но уже с подъемом грунтовых вод ольга максюшина и алексей фролов и не сей новости а в центре красноярска коммунальщики почти сутки устраняли последствия крупной аварии на сетях мощный фонтан кипятка несколько часов подряд бил в небо на 15 метров едва не оборвав линии электропередач из-за порыва без тепла остались больше 30 жилых домов подробности выясняла анастасия тиль а это вода не дым а гигантский столб воды да еще какой кипяток листал из под земли так что остановить этот 15 метровый гейзер коммунальщикам не удавалось минимум пять часов накрывшие центр красноярска облака пара видели чуть ли не со всех концов города локализовали порыв только к 11 вечера ледяной глазурью сковала светофоры электропровода только чудом их не оборвало от напора воды досталось и элитной новостройки рядом вес обвешанный сосульками теперь дом похож на резиденцию деда мороза водителям повезло ледяную жижу с дороги убрали быстро застыть она не успела а вот пешеходам посложнее и неудобно вот здесь вот я пешком хожу всегда все приклеиваю очень неудобно хочу наглядно показать насколько сильно и далеко хлистала вода вот отсюда до самого места порыва ну метров 30 не меньше и абсолютно вся брусчатка это кстати хорошо видно покрыта толстым слоем льда последствия аварии рабочие устраняли всю ночь и продолжили утром сначала с тепловой камеры откачали весь кипяток поврежденный участок трубы пришлось отключить из отопления остались больше 30 жилых домов на левом берегу но и говорят коммунальщики могло быть и больше сам поврежденный трубопровод питает не такое большое количество домов но тепловая камера которой он подключен является важным узлом на магистральной сети поэтому специалистам пришлось сделать ряд сложных переключений чтобы ограничить зону отключения и побыстрее вернуть всем горячую воду к утру по резервной схеме тепло вернулось во все дома к обеду заменили поврежденный участок трубы к слову коммунальщики говорят это теплокамера износилась и капиталить ее как раз собирались в этом году так что вполне возможно что работы здесь еще не закончены анастасия тилий павел потелицын еди сей новости в россии и белоруссии задержали подростков и молодых людей в возрасте от 13 лет до 21 года которых подозревают в рассылке сообщения о минировании по данным мвд установлено что в специально созданном телеграм-канале члены группы за денежное вознаграждение принимали заказы на отправку ложных сообщений о минировании объектов на территории нашей страны белоруссии других государств там же они публиковали отчеты о своих действиях за несколько месяцев таким образом нанесен существенный материальный ущерб связанный с привлечением оперативных служб и временной остановкой работы объектов только за последние три месяца участниками группы было сделано более 80 заведомо ложных сообщений о терактах в общей сложности в регионах российской федерации возбуждено свыше 20 уголовных дел ход их расследования взят на контроль руководством следственного департамента мвд россии то сотрудниками мвд и фсб россии в городе москве красноярском крае московской нижегородской саратовской и новосибирской областях по местам жительства участников группы проведены обыски аналогичные мероприятия прошли в витебской области республики беларусь при участии мвд и кгб беларуси изъята компьютерная техника средства связи и другие предметы имеющие доказательственное значение предварительное расследование продолжается крупный пожар в красноярске огонь вспыхнул в одном из старых и не действующих заводских корпусов переулки телевизорном там загорелся мусор черный столб дыма был виден издалека до приезда пожарных тушить пламя своими силами пытались рабочие соседних корпусов они сбивали огонь при помощи экскаваторов была угроза обрушения но к счастью обошлось без пострадавших это производственная территория жилых домов рядом нет ликвидировать пожар удалось лишь спустя четыре часа общая площадь составила 160 квадратных метров причина возгорания все еще выясняется не уехать не приехать красноярцы жалуются на 37 маршруте катастрофически не хватает автобусов порой жителям поселка базаиха и посетителям бобрового луга приходится стоять на остановке по 40 минут а то и целый час почему сложилась такая ситуация разбиралась моя коллега анастасия мосина ждешь 40 минут нету следующий тогда вот следующий ждем дождаться 37 автобус поселки базаиха как играть в рулетку жители говорят никогда не знаешь успеешь по делам в этот раз или нет утром еще ладно да восьми не пройдут если выйдешь на работу или там поликлинику надо приходится опаздывать потому что как пойдешь но если по остановкам базаихи автобусы хоть и с опозданием но проходят то на гренаде вечерний рейс иногда и вовсе не дождаться в непогоду даже укрыться негде сетуют люди он не приходит иногда просто то есть еще плюс еще 20 минут то есть где-то и по часу иногда бывает все ждешь предпоследний автобус иногда даже не приходит это очень пешком добираться домой в отсюда просто нереально при этом сами водители говорят на линии сейчас работают все машины бывают конечно внештатные ситуации и автобусы ломаются но тогда их страхуют резервные может какой-то сломаться пока выпустят другой автобус в линию поэтому интервал увеличивается могут пробки будет городе поэтому бывает что диспетчерская центральная диспетчерская служба регулирует по онлайн приложения можно легко отслеживать движение маршруток и практически на каждой остановке есть расписание если ему верить то максимальный интервал между автобусами по 37 маршруту должен быть не больше 18 минут мы сейчас находимся на остановке бобровый лог автобус должен подойти в 13 35 и сейчас проверим придет ли он вовремя а вот в общем то и сам автобус без опозданий пассажиры говорят нам просто повезло через фан-парк автобус как раз идет на база их у и в будний час пик чаще всего сюда вообще не заезжает иногда он может вообще сюда не заехать ну например по утрам он может сюда не заезжать просто куда поехали там людей высаживать в департаменте транспорта объяснили если автобус не пришел в положенное время это не что иное как форс-мажор там следят за тем чтобы график четко соблюдался этот маршрут находится на контроле в департаменте транспорта и в предприятии обслуживающем маршрут там всегда стабильный выпуск это форс-мажор причем график отправления автобусов с конечной остановки составлялся с участием активистов база их в настоящее время 37 маршрут обслуживают 7 муниципальных автобусов их количество пока увеличивать не собираются добавили в дептранспорте жалобами на перебои с перевозками пассажиры могут обращаться в диспетчерскую по телефону 256 84 04 анастасия мусина алексей овсянников и не сей новости а теперь хорошая новость для красноярских автомобилистов которые заправляются газом цена на него упала и сразу на 2 рубля еще недавно литр этого топлива можно было взять за 30 рублей а теперь отдать за него нужно будет 28 в последний раз подобное понижение цены было почти три месяца назад тогда пропан бутановая смесь также подешевела на 2 рубля а эксперты объяснили что цена на газ очень зависит от баланса спроса и предложения тогда ввели ограничения на экспорт топлива в стране образовались избытки и розничные продавцы начали снижать стоимость скорее всего в этот раз причины падения цены похожие а вот цены на машины и запчасти в красноярске в последнее время заметно подросли однако ажиотажа среди автовладельцев нет они как и продавцы сейчас пытаются адаптироваться к ситуации следят за развитием событий наш корреспондент разбирался в этой теме однако ему удалось пообщаться только с продавцами поддержанных автомобилей официальные дилеры от комментариев пока отказываются подробности в следующем материале три недели назад стоил около миллиона рублей на сегодняшний день минимум на 150 тысяч рублей дороже и речь про народный автомобиль легковушку тойоту короллу теперь цена на эту машину уверенно ушла за миллион александр уже 10 лет занимается перепродажей праворульных авто из японии две недели назад из-за скачка курса валют цены на весь модельный ряд поддержанных иномарок пришлось поднять сейчас покупатели успокоились но продавцы советуют торопиться понимают что стоимость даже машин был еще может увеличиться что я порекомендую на сегодняшний день для конечного покупателя кто покупает машину для себя просто если вам нужна машина сегодня берите ее и покупайте завтра будет дороже тем автомобилей которые были куплены в японии в ноябре в декабре в январе еще они будут приходить но раз соответственно растамаживаться будут они по новым курсам и будут уже стоит стоить других денег цены на машины растут уже третью неделю это связано с курсом рубля меняющейся логистикой во всем мире тому же часть компаний например volvo honda и citroen остановили поставки в россию из-за проблем с поставкой электроники на отечественном автовазе прервут сборку ходовых марок те кто откладывал покупку автомобиля сразу ринулись и в основном за поддержанными машинами они дешевле и доступнее однако этот всплеск продаж скорее был единовременным как ни странно на авторынке в красноярске суматохи нет сейчас на всей территории не больше 10 покупателей которые выбирают себе машину как рассказывают продавцы настоящий ажиотаж здесь был две недели назад тогда за машинами буквально выстраивались очереди то что их успешно удалось продать видно и по парковке к слову автомобилисты которые следят за ситуации не отчаиваются водители уверены смогут адаптироваться ко всему не понизится значит за меня чем-нибудь будут например нашими запчастями у нас научиться изготавливать что-то масло купили вперед на две замены но на год хватит и думаю расходники такие основные фильтры подумываем про российский автопром наверное если будет эмбарго на все автомобили и запчасти то выхода никакого не будет только пользоваться российскими автомобилями кроме автомобилей подорожали также запчасти и расходники но владельцы ремонтных мастерских говорят запасаться надолго вперед нет необходимости цена еще может стабилизироваться сейчас она увеличивается именно из-за повышенного спроса в прок заказывать запчасти сейчас нет смысла потому что цена сейчас высокая везде даже у кого были запчасти у кого они под заказ везде поднялись цены соответственно заказы сейчас впрок что-то брать на будущее нецелесообразно вы просто потратите деньги заморозите запчасти будут лежать у вас где-то не на складе у вас где-то в гараже в этом нет вообще никакого смысла и это создает какую-то паническую ситуацию на рынке запчастей официальные дилеры сегодня отказались от комментариев рынок новых авто нестабилен и постоянно меняется сейчас они просто следят за ситуацией антон тишаков денис тимошенко енисей новости самая большая за уралом где в красноярске к новому учебному году появится новая школа расскажем далее ваш ребенок постоянно сидит в компьютере и гаджетах а знаете ли вы что это может серьезно ухудшить зрение решение есть очки с линзами стелес остановят этот процесс приходите в центр контроля мяпи проспект мира 117 жирные окна шире сильнее прочнее мака он оконной системы новая весенняя коллекция кожаных изделий и пальто в салоне анель более двух тысяч изделий на любой вкус анель одежда которая вам подходит стоит только захотеть и в доме новая мебель от кмк сеть мебельных салонов кмк просто всегда удобно атмосфера дома атмосфера дома распродажа обуви в режиме максимальных скидок оптовые цены на весенние модели от 600 рублей ликвидация зимней коллекции за 30 процентов от стоимости успей до повышения цен только с 11 по 20 марта приходи где ближе в дк свердловский или в дк краза хотите решить свою проблему быстро и безболезненно обратитесь медицинский центр онлайн клиник онлайн клиник проспект ульяновский 18b карла маркса 8а 212 88 12 вам понравится быть здоровым продается квартира площадью 51 целая четыре десятых квадратного метра партизанский район поселок мана улица школьная дом 22 телефон 8 933 330 93 2 0 новая технология лазерной коррекции зрения смайл более точная и менее травматичная только в глазном центре смайл красноярска бесплатная консультация 287 77 33 в эфире енисей новости наш телефон 236 0136 звоните сообщайте нам свои новости а мы продолжаем выпуск и к ситуации с коронавирусом в крае за сутки положительные тесты получили 473 жителя это на 114 меньше чем было накануне больше всего заразившихся по-прежнему в красноярске здесь заболело 136 человек вачинские плюс 83 новых пациента 45 в богучанском районе 34 в мотыгинском 197 попали в ковидные госпитали выздоровели при этом 4759 жителей региона 25 к сожалению не смогли справиться с вирусом и скончались перебоев с медикаментами власти не допустят речь об этом шла на совещании в комитете по охране здоровья и социальной политики законодательного собрания края там обсудили как условиях санкции создать необходимый запас льготных лекарств и комплектующих для иностранной медтехники пока ситуация опасений не внушает по некоторым позициям запас уже на 70 процентов покрывает необходимый годовой лимит и поставки в наш регион идут даже несмотря на колебания валютного курса ситуация непростая но драматизировать ее не стоит ситуация находится под контролем и край в этом плане делает все для того чтобы обеспечить льготных получать или необходимым прим препаратами в пациентах которые находятся в стационарах необходимой медицинской помощью с использованием в том числе самых современных технологий северо-енисейский район на пороге больших преобразований об этом говорил губернатор александр уз во время рабочей встречи с района алексеем рябцевым сейчас в соседней территории возле поселка высокогорский строится самый северный мост через енисей который придаст импульс развитию всего ангара енисейского экономического района продолжается реконструкция дороги епишина с северо-енисейский создаваемая инфраструктура укрепит связь с центром сделает богатство территории доступнее а сам район привлекательнее также глава региона поддержал предложение о развитии комплекса северо-енисейской районной больницы вы всегда отличаетесь особыми показателями из точки зрения трудовой занятости заработной платы и достаточно крепкой социальной сферой такой помню что называется по нашим красноярским меркам вы человек тоже там достаточно опытные поэтому я абсолютно убежден что все то что было создано там годами вот именно с точки зрения такой хорошей базы безусловно будет развиваться дальше под вашим руководством строится опережением графика самая большая школа за уралом будет закончена в июле обещают подрядчики она расположена в красноярском микрорайоне мясокомбинат где в округе просто нет других учебных заведений подробности у анны московских эту школу на мясокомбинате жители ждут с нетерпением ближайшая сейчас в четырех километрах а микрорайон разрастается на глазах и у многих подрастают дети так как эта школа у нас здесь рядом находится по адресу калинина я так понимаю будет мы обрадовались да здорово тем более в красноярске будет одна из самых больших то ли самая большая это конечно не может не радовать слышал что будет много там всяких разных для детей секции такие как там футбол возможно и хоккей какие-то комнаты для отдыха нам еще долго до школы поэтому мы еще успеем узнать так масштабы большие школа самой вам нравится да нравится масштабы действительно поражаются эта школа станет самой большой за уралом она рассчитана на тысячу пятьсот пятьдесят учеников там будут не только привычные классы спортивные актовые залы и лаборатории в блоке начальной школы предусмотрены отдельные помещения со спальнями для групп продленного дня кроме того дети здесь смогут заниматься танцами фитнесом и даже посещать тренажерный зал все жилые дома находятся по левую сторону улиц калинина норильская а сама школа через дорогу чтобы обеспечить безопасный доступ будущих школьников здесь будет построен надземный пешеходный переход работы уже начались и их планируется закончить к новому учебному году строительство этой школы ведется по национальному проекту образования сегодня в рамках губернаторского контроля здесь побывала министр образования светлана маковская как рассказали застройщики работы ведутся с опережением графиках уже завершается монтаж окон витражей и инженерных сетей во многих кабинетах начались отделочные работы осталась укладка плитки линолема это отделочная работа покраска стен скажем так но из основных работ да значит подшипка потолковым стронгом и наступит весенний период мы начинаем тут большое благоустройство потому что тут очень много у нас брусчатки зеленых газонов деревьев пока законченный вид помещения не приобрели но многие кабинеты уже окрашены в теплые цвета несмотря на то что работы еще очень много школу планируют открыть первого сентября это будет большой образовательный кластер для учащихся например начальной школы есть отдельный спортивный зал есть глава класс хореографии есть помещения в которых можно заниматься дополнительным образованием поэтому школа открывает серьезные возможности как для детей этого микрорайона так я думаю что впоследствии сюда будут приезжать и ребята из других микрорайонов кстати сейчас в крае строится сразу 10 школ и 7 из них откроют двери для детей в этом году а на московских алексей гусев енисей новости в канцке официально открылся мусоросортировочный комплекс теперь весь привозимый на полигон мусор будет перерабатываться в картон стекло и прочие вторичные ресурсы подробности у нашего сапкора на востоке края дениса шабурова совсем скоро часть этих отходов получит вторую жизнь и станет полезным ресурсом наша компания работает уже на рынке обращения с отходами на протяжении 15 лет это второй сортировочный комплекс который мы запустили первый сортировочный комплекс напоминаем был запущен нами в прошлом году на территории лесосибирской технологической зоны в канцке официально открылся мусоросортировочный комплекс он будет обслуживать абонский дзержинский и ланский канцкий нижний нгарский тасеевский районы по планам каждый год через сортировку будет проходить свыше 35 тысяч тонн мусора смену может находить 16 человек 16 лет вот и они каждый выбирает свою фракцию например там бутылку либо картон либо пвд либо пнд либо металл у каждого своя работа сегодня мы приехали открыть этот комплекс и посмотреть как это все работает и в общем то наглядно видно как в одной стороне сортировочного комплекса лежит то что мы называем мусором то что приехала сюда из контейнеров и проходит через линию сортировки на выходе получается те самые вторичные сырье это пластик это картон это стекло которое затем поедет на заводы по переработке будет опять влечено в оборот сортировка мусора уменьшит нагрузку на полигон и его заполняемость что позволит сдерживать рост тарифов для потребителей и экономит бюджетные деньги ну и самое главное улучшит экологическую обстановку кроме того кашалот планирует внедрить и систему раздельного сбора отделяя сухие и мокрые отходы что такое сортировка это прежде всего дальнейшее улучшение охраны окружающей среды цели которые были поставлены во всем мире в том числе у нас в стране опыт лесосибирска и канцка группа компаний кашалот планирует тиражировать в других районах края и субъектах страны денис шабуров александр шумилин енисей новости один из крупнейших в крае агрохолдингов увеличил производительность труда благодаря участию в национальном проекте в качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления очищенного картофеля эксперты регионального центра компетенции в течение полугода вместе с командой предприятия определяли проблемы и внедряли эффективные методики бережливого производства в итоге специалистам удалось на 17 процентов сократить время производства очищенного картофеля а также увеличить выработку на одного человека теперь в агрохолдинге планируют распространить полученный опыт на других производственных площадках когда ты понимаешь куда двигаться уже проще можно искать ресурсы можно искать поставщиков плохо то что я говорил о том что подобного уровня предприятий в красноярском крае нету и нам не у кого было поучиться сейчас у нас есть представление что нам нужно сделать какие оборудования поменять где усилить мы увидели о том что надо очень серьезно вкладывается в качество труда технику безопасности в оснащение рабочих мест в национальном проекте производительность труда участвует более 70 предприятий красноярского края адресную поддержку им бесплатно оказывают эксперты федерального и регионального центров компетенций специалисты помогают предприятиям находить и устранять потери времени и ресурсов кроме того в условиях санкции участие в проекте способствует решению вопросов продовольственной безопасности и импортозамещения узнать подробности и заполнить заявку на участие в нацпроекте компании могут на портале производительность . рф или по телефону который сейчас на экране для нас допустим большим эффектом как ну для рцк до большим эффектом стало то что после того как предприятие зашло в проект по рекомендации этого предприятия начали заходить другие компании то есть у нас уже минимум две компании от них зашло в том числе потребителей продукции которые поняли о чем речь поняли для чего это нужно предприятию поняли что это практически не затрачивая никаких ресурсов предприятию и получая бесплатную поддержку государства через региональный центр компетенции они могут существенно улучшить свои экономические показательности в енисейском монастыре в эти дни готовят особое блюдо чем питаются послушники во время поста расскажем далее а где твой в гараже и ты отпускаешь конечно гараж фитнес-центр с железным характером жирные окна шире сильнее прочнее мака он оконной системы с нами варикоза нет и не будет центр эндо хирургических технологий лечение варикоза быстро без наркоза авиаторов 33 телефон двести девяносто семь пятьдесят два пятьдесят два все для домашнего самогона варенья пивоваренье и виноделия магазин самогонная лавка товары от известных мировых производителей консультация по всем вопросам улица партизана железняка 50 и ладокис хавели 95 самогонная лавка точка рф товарищ слушай и запоминай мебель доступную каждому на калинина 43 покупай весь ассортимент не перечесть цена минимально а это нужно учесть все купи на калинина 43 все новости на енисей спасибо что вы с нами наш телефон 236 0136 звоните и сообщайте нам свои новости а мы продолжаем выпуск у православных верующих сейчас идет первая неделя великого самого строгого поста как разнообразить свой стол в это время и может ли монастырская трапеза выглядеть как блюдо от шеф-повара модного ресторана расскажет андрей давыдов в монастыре мы запекаем овощи тоже свои домашние и предлагаем к столу ломтики картошки золотистой хрустящей корочкой дольки запеченные в духовке свеклы и весенний салат с аккуратными секторами из моркови яблок огурцов и изюма на кухне иверского женского монастыря готовят трапезу для сестер и послушников православной обители каждое блюдо выглядит так будто его подают в модном ресторане здесь считает что пост нужно встречать с радостью на самом деле пост нельзя встречать с постными лицами нас не благословляет пост это радость мы духовно очищаемся приближаемся господу главный секрет монастырской трапезы особый майонез он тоже постный потому что вместо яиц туда добавляет рассол от консервированного горошка основной состав майонеза это рассол с горошка консервированного горошка который есть у всех две третьих чайной ложечки соли чайную ложку сахара горчицу две третьих чайной ложечки и немножко с горочкой кроме этого можно еще добавить хмели-сунели карри мускатный орех сушеный чеснок или сок лимона смесь сбивает на блендере до появления пены потом добавляют постное масло и снова взбивают получается вкусно и полезно а вот в первую пятницу великого поста готовят особое блюдо калива рецепт его приготовления прост зерна пшеницы промывают и варят на медленном огне в течение 3-4 часов потом добавляет мед и орехи их заранее вымачивают воде чтобы ядра стали мягкими и не горчили сверху можно украсить фруктами получается очень вкусно и красиво к тому же каждый ингредиент здесь имеет особое значение пшеница это мы пшеница это жизнь будущее мед который в нее добавляется эта сладость райской жизни разнообразить свой стол во время великого поста не так сложно главное не забывать что по сдается не для страдания это не точно не голодание и после то не диета это однозначно нет но прежде всего это подготовка к пасхе что вот эта конечная цель эта радость пасхи которой мы готовимся постом православные батюшки говорят есть случаи когда слишком строгий пост может принести серьезный вред здоровью и просит прихожан обязательно посоветоваться с врачами андрей давыдов динар салимов енисей новости это все сообщения выпуска но мы продолжаем следить за развитием событий наш телефон 236 0136 звоните сообщайте нам свои новости а с вами был владислав ласов я желаю здоровья вам и вашим близким до встречи на енисея прогноз погоды в красноярском крае на субботу 12 марта в туруханском районе на юге таймыра и в венкии преобладает облачность местами ожидается небольшой снег ночью от минус 25 до минус 36 днем от минус 17 в вановаре до минус 27 градусов в норильске в северной группе районов красноярского края пасмурно на части территории пройдет небольшой снег ночью от минус 30 до минус 33 днем до минус 15 градусов в восточной части региона облачно местами небольшой снег в темное время суток минус 25 минус 28 днем минус 14 минус 15 градусов в центральных районах красноярского края облачно и снежно ночью от минус 27 до минус 31 градуса днем от минус 14 до минус 16 в западной группе будет облачно с прояснениями местами небольшой снег ночью от минус 19 в новоселово до минус 27 в богатоле светлое время суток минус 13 минус 15 градусов на юге красноярского края преобладает облачность на части территории пройдет небольшой снег ночью от минус 15 до минус 20 днем минус 8 минус 11 градусов в красноярске 12 марта ожидается пасмурная погода и небольшой снег ночью до минус 23 градусов днем до минус 13 ветер северный 1 метр в секунду атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба и Редактор субтитров А.Семкин